Это двухчубая порода. Сейчас еще покажу двухчубы. Слез другой. Чисто. Вот двухчубы. Видите, какие лапы у него. И чубы. Видите, какие. Вот такая расцветка. Как раз он похож на городскую. Да, это Игорь Клёши многие говорят. Беседка. У нас есть полностью мебель. Это плетеная. Есть зона барбекю внизу. Чем примечательна это место? Потому что в первую очередь я сама работаю. В принципе, не особо хотела бы на экранах появляться. Но все-таки расскажу, мне будет доступнее рассказать, да? После пандемии я находилась в стационаре 45 дней. И обессиленная именно благодаря этому воздуху я пришла в себя. Здесь прямой доступ к озеру у нас здесь. У нас там обрабки, мы планируем там тоже для экзотики поставить лестницу такую на веревках. Вот. И здесь очень красивая панорама. Очень красивые закаты, рассветы. Находится у нас в сельской местности. Хочу сказать отдельно по населению этой деревни. Очень доброжелательные, очень худолюбивые. Здесь все чем-то занимаются. Кто-то овощеводством. Кто-то... У всех огороды есть. Все занимаются ловлей рыбы. Вот. И сюда с удовольствием приезжают отдыхать. Рыбаки. А в нашем доме, ну вот так зарекомендованно, когда эти мини-праздники устраивают. Вот. Встреча одноклассников у нас здесь как раз здесь была. Потом в Цаокесу здесь было. Территория располагает. Где-то мы выставляем тут еще настольные игры. Территория у нас есть. Вот это все сейчас мы просто на зиму убрали. Вот. Цены приемлемы. Отдыхающие, которые приезжают в Боровскую зону, устают от суеты Боровом. Поэтому они днем там отдыхают. А здесь они могут спокойно вечером изолированно отдыхать. Мы очень дружим с нашими соседями. У них побольше зона. У нас нет такой, знаете, друг другу конкуренции. У нас здоровая конкуренция. Потому что чего нет у них, мы предлагаем. И чего нет у нас. Чуть-чуть. Вот здесь вот на повороте там тоже юрт стоит. Вот они проникли. Да. У нас тут. Я летом как-то проезжал здесь. Я видел здесь юрты, народ. Я побоялся. Три у нас зоны с этой стороны вместе с нашей. И вот тут же справа есть зона. И по словам всех отдыхающих, вода здесь чище, чем в самом Боровом. Здесь очень классная вода. Мы сами купаемся пока здесь. Воздух. И вот это, знаете, здесь гармония. Вот деревенская жизнь и плюс природа. Вот поэтому вот вы попали в такой домик. Мы немножко были непредупреждены. Поэтому простите за такой домик. Ничего. Зато наоборот очень вкусно и очень... Все было как запланировано. Да. Черепитие есть. А вот скажите, вот голубятник как бы для казахов немножко непривычное такое увлечение. Для чего вы создали... Смотрите, у моего супруга был... Наш, мой свекор, он был голубятник и у него была кличка голубятник, да? Инкассатор. Вот он был единственный из тех времен казах, который занимался голубями. Это у него был не бизнес и у моего мужа это не бизнес. Он говорит про цены, что там миллиарда не стоит. Но мы никогда не видели семью, чтобы наш супруг, мой супруг продавал в голубей, и мы имели деньги. Просто он может часами на них любоваться. Потом он сфиксционирует, какие-то там сводит и выводит какие-то новые там сорта, породы. Это просто вот лишь рыбак, охотник, и вот есть голубятник. У нас рядом живут буквально год назад его старший брат, тоже они пенсионеры, они как-то усарьбы для себя. Вот он рыбак, и я всегда слушаю их разговоры, и он говорит, не пойму тебя, какой прикол голубятник. А муж ему говорит, я вообще не пойму, какой прикол в рыбалке. Это больше не бизнес, это больше хобби. У нас есть внуки, у нас пять внуков, и он всегда всех внуков туда вводит с надеждой, что кому-то это передаст. Ну, кому-то может быть и передаст. Я сама тоже не понимала голубей никогда, но когда я один раз увидела, что он действительно одного голубя отпустил вверх, а другого голубку держал, и тут голубь на высоте до него упал, я поняла, что выражение голубей на верность и любовь на верность. Ага, теперь что он сам скажет о голубей? Вот вы говорите, голубь это увлечение, у каждого есть кто марки, кто собака рыбок, кто охотник, кто рыбалку. У нас в семье девять лет детей, восемь лет, пять братьев, четыре сетей, и отец голубей вот. И моего отца, его инкассатор, почему-то, он работал в Госбанке всю жизнь, проработал в Госбанке нашим, знаете, Госбанке по-советски, но он работал в отделе инкассации. И мы на пенсию, даже сам управляющий банка, у вас 469-й, на пенсию подарили ему, как специалист, который проработал столько лет, и мать работала у нас в кассивном банке. И, а у голубятников, знаете же, он, если какое-то что-то есть, его кличку доевали раньше, там, 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 вот, его инкассатор говорили, вот, инкассатор. И за это, когда мне говорили, я сразу убивал некоторых. У меня, я спортсмен сам, долго не говорил, сразу бил жестко. Я везде был, и в России был, везде привозил, в Москве, в Алмату летал недавно на выставку, потом в Туркестан летал, потом в Омск ездил. Я состою в обществе голубиодов, у нас общество голубиодов, как читали, Голубь Сенегория называется, Джанкей Мазлан, президент Ассоциации голубиодов, как читала. Здесь, в Чутийске, другие голубиоды, здесь полковник НБ Серик, фамилия его не знаю, тоже мы ездим на выставку, недавно ездили в Астану на выставку, ездили там, делали на выезде на Караганду, там, вот, есть. Потом ездили, ну, и везде ездили, и в Омск ездил, и в Москву летал. Ну, знаете, это, у каждого есть все хобби, вот у меня свое хобби. Сейчас я вам по следующему покажу, вот у меня здесь. Я здесь, почему остался, у меня вот здесь четыре голубяки построили, первые построили строители, которые работают, остальные я сам построил. Ну, там у меня общие виды все их голуби, там, и узбекские такие есть, и украинские есть, и турецкие есть, и павлины. Ну, все породы, вы видите, какие цвета и рассветки. Это, говорит, вот, деньги, деньги, а это деньги, это голубь он сам, спасибо, говорите. Голубь это символ мира, это же знаете. Вот, у меня тоже приходили на свадьбу белые-голубые брали, я говорю, вы их в коробках не держите, чтобы они не промокли, а не пропускайте, не прилетят. Они выпускают, я рад за то, что люди, два молодых, которые поженились, они, как говорят, голубь летит, там символом мира, вот они выпускают. Это же приятно своего рода. У нас-то здесь голубеводы дублю, вы все знают, я еще эти какие-то читаю везде. Мы общаемся, переписываемся, я вот сайт показывал, у меня на этом есть, на сутки там переписываемся, обмениваемся, чтобы породу надо выводить годами, даже веками выводить, чтобы вывести, и из-за этого она ценится. А то, что цена вот, собственно, правильно, вот сайт зайдете, там есть почтовый голубь, который его в море, в океане выпускали, там контейнера их, сколько тысяч. Он идет, как по компасу, набирает ветки, пошел, он до 100 километров развивает почтовый голубь. И он там засекает, поэтому он пришел, и он выиграл призовой фонд, миллион семьсот восемьдесят тысяч евро. И из-за этого все говорят, вот, зайдите в сайт и посмотрите, а вот недавно только почтовые голуби продали, триста тысяч евро, триста тысяч долларов, есть сайт, войдите, если хотите, посмотрите. Ваши голуби-то сколько далеко возили? Ну, мои, у меня здесь и почтовые есть, которые, ну, я, второй год, у меня молодежь, но я, у меня если уходят, вот, три дня бураном, носят, я поднимаю их, они приходят, возвращаются назад. Их надо тренировать по лету, они бывают, ботинские вот эти есть, которые, они головногие, я покажу сейчас, не разбирайтесь, те летают. Можешь на улице сразу посмотрим? Да, сейчас фиговая штука есть. И это тоже. И это тоже.